Железная леди, как правило, называют женщин, у которых твердый характер, и которые в жизни прошли много испытаний и не сломались. Берта Шамсиева, Софиева, одна из таких женщин. Не раз судьба испытывала ее на прочность. Испытывала, когда потеряла в одночасье и навсегда любимого мужа. Испытывала, когда одна поднимала на ноги пятерых малолетних детей. Испытывала, когда оказалась с ними в незнакомой стране. Испытывала, когда попала в автомобильную аварию. Берта с достоинством Железной леди выдерживала все эти испытания и выходила из них победителем. Мы расскажем в этом фильме о нелегкой судьбе Берты, проследив ее жизнь шаг за шагом. Но начнем мы наше повествование с семьи ее супруга Элиезера. Софиев Элиезер, Лазар Хияевич, родился 19 июля 1926 года в городе Самарканде, в семье купцов Софиевых. Его мать Зильпо Софиева, дочь Зволуна Софиева. Отец Хио, сын Якова Софиева. Зволун и Яков были родными братьями, а Зильпо и Хио двоюродными. Хио Софиев был одним из глав общины бухарских евреев в Самарканде и одновременно занимался бухгалтерией большой купеческой семьи Софиевых. До революции семья владела фабриками и недвижимостью в Самарканде и в Бухаре. Хио скончался 6 марта 1954 года. А Зильпо 12 апреля 1962 года. У Элиезера было 3 сестры и 2 брата. Элиезер был самым младшим. Брат Элиезера Рахмин, 14 года рождения, окончив медицинский институт, создал семью в городе Николаеве. И в 1942 году, будучи врачом, пошел добровольцем воевать на войну с фашизмом. И в том же году погиб. Известие о его гибели было получено только в 60-е годы. До этого времени он считался без вести пропавшим. Внук Зильпо Габи вспоминает, как он, будучи 9-летним мальчишкой, видел, что как только его бабушка узнала правду о своем сыне Рахмине, и что он не пропал без вести, а погиб. Только тогда она навсегда закрыла свои глаза. Старший брат Элиезера, Иуда, 1911 года рождения, также воевал на фронтах Великой Отечественной войны до Дня Победы с 1941 по 1945 годы. Но вернулся Иуда домой только в 1946 году. Сестры Элиезера, Рахель, 1907 года рождения, Двора, 1917 года, и Маруся, 1920 года рождения. Элиезер учился в школе номер 25 города Самарканда, в Махале, где проживали бухарские евреи. Учился он на отлично, и его особенно притягивали точные науки, физика и математика. Десятилетку Элиезер окончил в военные годы. С 1946 по 1951 годы, еще совсем молодым парнем, он работал парикмахером, чтобы помогать родителям. Одновременно Элиезер учился в Самаркандском университете на факультете физики и математики. Старшие братья воевали, и он поддерживал материально большую семью. Надо отметить, что одновременно с учебой, и в дальнейшем, будучи работой в школе, Элиезер помогал молодым евреям поступать в высшие учебные заведения, занимаясь с ними подготовкой к вступительным экзаменам. Для этого он организовывал кружки молодых физиков и математиков. Окончив университет, Элиезер начал работать в школе номер 3 города Самарканда, и параллельно преподавать в вечерней школе. В 1951 году он женится на Берте Шамсиевой, дочери Гавриэле и Адино. Берта родилась 16 сентября 1928 года в первый день еврейского праздника Роша-Шана. Учительский институт по специальности химия-биология она окончила с отличием в 1948 году и сразу же после окончания начала работать в школе в Педжикенте, недалеко от Самарканда. Вскоре по инициативе Элиезера Берта поступила в САМГУ, Самаркандский государственный университет, и получила второй диплом с отличием как физик-математик. Это было уже в 1956 году. У Элиезера и Берты родилось пятеро детей. Габи Георгий в 1953 году. Муше Миша в 1955. Коби Яша в 1959. Шлому Саша в 1962. И единственная дочь Нелли родилась в 1965 году. Первое время Элиезер и Берта жили в доме у родителей Элиезера. А в 1964 году они купили небольшой дом с большим двором вдалеке от квартала бухарских евреев в районе квартала Мельница. Элиезер 1962 по 1963 год учился также в университете марксизма-ленинизма. Как правило, в это партийное учебное заведение направляли тех, кому готовили в будущем престижные руководящие должности. Выпускники университета получали высшее партийное образование. Видимо, и Элиезера готовили к таким должностям в будущем. Далее он продолжил свое высшее образование и защитил диссертацию как физик по теме о молекулах атома, став кандидатом в физико-математических наук. На то время, чтобы еврей поступил в аспирантуру и защитился, было непростым делом. Надо было иметь или большие связи и деньги, или иметь настолько глубокие знания, от которых нельзя было бы отвернуться. Конечно же, ни связей, ни денег у Элиезера не было, а были у него воистину фундаментальные знания в физике и математике. Элиезер был грамотным во всем. К нему обращались жители Махали с просьбами составить различные письма и обращения к властям. Это в принципе то, чем обычно должен был заниматься председатель Махалинского комитета. Но жители почему-то предпочитали обращаться именно к нему, зная, что его материалы проходили с первого раза. Так шло время. Ничего не предвещало, что в жизни и карьере Элиезера может произойти что-то из ряда ворвыходящее. Но наступил коварный день 25 июля 1966 года. Вечер 9 ава. Вечер еврейского поста в память о разрушении первого и второго храма. В тот вечер Берта сказала своим детям и мужу Элиезеру, чтобы они не задерживались в школе, так как в этот вечер начинается еврейский пост. Именно в эти дни Элиезер получил подтверждение о том, что защита его диссертации прошла успешно, и он получил звание кандидата в физико-математических наук. Его друзья настояли на том, чтобы, как было принято тогда, обмыть это дело, то есть отпраздновать это событие. Элиезер особенно не сопротивлялся, так как знал, что успеет до вечера возвратиться домой. Поначалу они гуляли в Чайхане, его друзья ели и пили, хотя сам Элиезер, по словам одного из очевидцев, не притрагивался ни к пище, ни к выпивке. После этого застолья двое друзей уговаривают Элиезера ехать в поселок Хишраугес, чтобы искупаться в озере. Там и произошла трагедия смерти Элиезера. Имеют место две официальные версии, которые легли на стол прокурору. По одной из них Элиезер, не умея плавать, зашел в воду далеко от берега и, попав в водяной круговорот, его затянуло на дно. По другой версии, все трое заплыли на лодке далеко от берега, и Элиезер упал за борт и, не умея плавать, утонул. Некоторое время после того, как его вытащили на берег, он еще дышал, но скорой помощи не было, и его везли в больницу на грузовике. В республиканской больнице Самарканда констатировали его смерть. Когда Берта посетила морг, она обратила внимание, что на теле мужа были синяки в разных местах. Именно поэтому окончательную правду так и не довелось узнать. Его друзья что-то скрывали. После смерти Элиезера осталось много вопросов, и никто так и не был привлечен к суду. Но дети Элиезера уверены в том, что была причина расправы с их отцом, и она скрывалась в мотиве антисемитизма со стороны сослуживцев. После защиты диссертации Элиезера, как перспективного преподавателя и ученого, пригласили на работу с заведующим кафедрой финансовый техникум. На то время это было весьма престижное учебное заведение. Сразу же после 9-го ава планировалось проведение нескольких мероприятий. Бармитсва старшего сына Габи. Проводы в первый класс сына Якова. Год рождения дочки. 40-летие самого Элиезера и его переход на работу заведующего кафедрой. Но, как мы уже знаем, всего этого не произошло. Видимо, кому-то из так называемых сослуживцев Элиезера не очень нравился его такой быстрый карьерный рост, и они таким образом расправились с ним. В то время старший брат Элиезера, Иуда, также добивался правды в суде. Но кому-то было очень выгодно, чтобы эта трагедия приняла оборот несчастного случая, а не насильственной смерти. После кончины мужа, чтобы поставить на ноги пятерых детей, Берта попросила дирекцию школы, в которой работала, дать ей дополнительные часы. Понимая ее положение, просьба была удовлетворена, и она работала в школе на две ставки – как учитель и как библиотекарь. Берта возвращалась домой поздно. За маленькими детьми ей помогала смотреть ее сестра Беттио Сарикова. Берта с семьей уже жила в районе мельницы. Дети после школы и садика приходили к тете Беттио. Там они обедали и делали уроки, а возвращались только после шести вечера, когда их мать Берта приходила домой. После смерти мужа Берта была вынуждена взять на себя мужские обязанности, и за год она перестроила дом, добавила веранду и провела водопровод и газ. Берта не давала своим детям почувствовать, что им не хватает отца. Она всем своим существом заполняла ту нишу, которая должна была быть заполнена отцом. И дети это чувствовали. Работая в школе номер 23, которая находилась в километре от еврейского кладбища, почти каждый день Берта выходила пораньше из дома, приходила к могиле мужа и плакала. В 1972 году Берта вместе с пятеримя детьми выехала в Израиль на постоянное место жительства. За два дня до выезда один из учеников Берты пролил свет на трагедию Элиезера, происшедшей шесть лет назад. В те дни его призвали в армию, и он не мог тогда прийти и рассказать о том, как все это произошло. Версия о том, что его били перед тем, как он упал из лодки, получила свое подтверждение. Но у Берты уже не оставалось времени, чтобы подать жалобу и добиться возобновления дела покойного мужа Элиезера. К тому же, ее останавливала старшая сестра Битье. Будучи набожной, она говорила ей, что на все воля Божья Элиезера уже не возвратить, а тебе не станет легче от того, если кого-то посадят за решетку. У Берты была еще одна причина срочного выезда. Она должна была вывозить старшего сына Габи, так как ему грозил призыв в армию. И еще одна из причин решения выезда в Израиль было то, что ее 13-летний сын Яша, будучи зрелым и довольно-таки горячим по натуре, пытался сам расправиться с убийцами отца, говоря «Кровь за кровь». Не выехать из страны Берта не могла еще по одной причине. Все ей в Самарканде напоминало погибшего мужа. Представьте себе, что идет областная конференция учителей Самарканда, и там она сталкивается с теми «друзьями» в кавычках, которые были причиной смерти ее мужа. Эти самые «друзья» в кавычках в свое время откупились и сегодня живут, как ни в чем не бывало. А сама Берта после таких свиданий долгое время не могла прийти в себя. Конечно же, Берту от репатриации отговаривали компетентные органы, но она стояла на своем и говорила «Я уезжаю, чтобы воссоединиться со своей семьей». И правда была на ее стороне. А своим детям она говорила «Дай Бог, чтобы мы доехали благополучно до Святой Земли. Дай Бог, чтобы меня не постигла участь Муше Рабейну, который так и не вошел на землю Израиля». Все ее дети, по прошествии много времени, когда уже сами повзрослели и обзавелись семьями, понимая все это, выражали ей огромную благодарность за то нелегкое решение выехать одной с пятремя детьми в Израиль. Они понимали, насколько нелегко ей было бросить любимую работу, учеников и друзей. Они знали, что это она делала во имя счастья и благополучия своих детей. При всем при этом, по отношению к своим детям, Берта была строгой. Она не давала своим детям после школы шляться по улицам и дружить с детьми из неблагополучных семей. А если она замечала за старшим сыном что-то неблагополучное, она подзывала его к себе и говорила, «Ты старший брат, ты заменяешь им отца. Твои братья и сестра берут с тебя пример». Такого разговора было достаточно, чтобы не повторять ошибок. Берта была хорошим педагогом и воспитала своих детей умными и преданными. Она следила за учебой своих детей, проверяла их дневники и посещала родительские собрания. Кроме всего этого, дети получили неплохое еврейское воспитание. Они всегда соблюдали еврейские обычаи и обряды, знали и изучали основы Торы. Еще один интересный факт из жизни Берты. Когда ее сын Габи окончил кооперативный техникум и признался ей, что хочет стать учителем и его не особенно влечет коммерческая деятельность, и что он хочет продолжить линию отца и матери и учиться в университете на физико-математика. В душе Берта с радостью приняла его решение. Все мы знаем, как нелегко было молодому еврею своими силами поступить в престижное учебное заведение. Зная, как тогда поступали в высшие учебные заведения, Берта добилась аудиенции с ректором Самгу и добилась, чтобы его приняли на первый курс. Хоть это и было обучение на узбекском языке, уже через несколько месяцев Габи влился в русскую группу. И это не без помощи его матери Берты. Вот так Берта всегда добивалась того, чего хотела. Но возвратимся к корням рода Берты. В 1933 году умер ее отец Гавриэль. Ее мать Адино вырастила сама трех дочерей. Битье, Сурье и Берту Блор. Два брата матери Берты, ее дяди Пенхас Нисанов-Мурадов и Сафра Нисанов, уже жили в Израиле, в Тель-Авиве. И иногда Берта получала от них письма латинскими буквами. Они репатриировались еще в 30-е годы. Брат отца Берты, Михоэль Шамсиев, обещал своим племянницам, в том числе и Берте, часть доли от дома Шамсиева, построенной еще и ее отцом Гавриэлем и дедом Абобин-Ямин в Иерусалиме. Но все пошло тогда по другому руслу. Ее дядя вдруг решил передать этот дом под Яшиву и сообщил об этом племяннице Берте. Берта была богобоязненной женщиной и не противилась этому решению ее дядей. Хотя долю, которую она могла получить, была бы существенной поддержкой для ее семьи в первые годы проживания в стране. В Израиле Берта с семьей остановилась в доме дяди Сафро. Но уже через несколько дней семья получила направление на жилье в Иерусалим от еврейского агентства Сохнут. Как специалисту с высшим образованием и для подтверждения квалификации учителя Берте предлагали учиться в закрытом ульпане. Но это предложение она не могла принять, так как должна была работать и кормить большую семью. Своим повзрослевшим сыновьям она не дала работать, зная, что они должны учиться и получить профессию. Таким образом Берта начала работать в типографии. Вечером она училась евриту в простом ульпане, а днем работала. Какое-то время она еще работала в гостинице, в прачечной. Но Берта понимала, что без специальности продвинуться ей будет нелегко, и она принимает решение. Окончив три ступени обучения на бухгалтерских курсах, Берта принялась искать работу. Ее попытки устроиться по специальности увенчались успехом. Она была принята бухгалтером в отдел общественных работ, МААЦ. Это был 1976 год. На то время ей было 48 лет. Когда молодой начальник заметил Берте, что в ее возрасте трудно устроиться на работу, она отреагировала ему так. Вы принимаете молодых девушек, которые большую часть времени проводят, ухаживая за собой, а я буду работать. У меня еврит в достаточной степени. А надо будет вдобавок подавать чай или кофе, я буду делать и это. Так Берта начала работать бухгалтером в солидной компании. На работе она была неутомима. Все отчеты подавала вовремя, и у нее еще оставалось время помогать другим. Так шли годы. 1986 год был еще одним трагичным годом в ее жизни. Тогда ее сын Габи вместе с ней попал в автомобильную аварию. Возвращаясь ночью с поминок родственника на совершенно новой машине, ослепленной фарами встречной машины, Габи врезается в оградительный борт дороги. Мама сидела как раз с правой стороны. Основной удар пришелся именно на нее. В больнице ей сделали более 10 операций. Все ее дети и близкие родственники сплотились в это трудное время и молились, чтобы мама вышла из этого состояния здоровой. Целых 10 месяцев Берта лежала в больнице и вышла здоровой и способной продолжать работу. Ее авторитет на работе был настолько высок, что ее место сохранили и ждали, пока она выздоровеет и вновь продолжит работу. Для нее были созданы все условия, и она до выхода на пенсию работала еще 6 лет. В 1993 году, проработав 17 лет в компании, в возрасте 65 лет Берта вышла на пенсию. Руководство просило ее, чтобы она приходила и помогала тем, кто ее заменил. В компании ей также организовали торжественные проводы. Сын Берта Яков устроил свою жизнь в столице Австрии, Вене. Будучи спортсменом и еще не женатым, он побывал на международных соревнованиях по боксу, и ему приглянулся город Вена. Таким образом, отслужив армию, он, женившись, переехал жить в европейскую страну. Понятно, что Берта отговаривала сына от такого шага, но его решение было окончательным, и она с болью в сердце приняла это решение сына. Уже через год, соскучившись по сыну, невестке и внуку, она навестила их в Вене. Конечно же, сам Яков часто навещал мать, братьев и сестру, которые остались жить в Израиле. В 2000 году Берта заболела. Эхо аварийных травм отражалось в ослаблении состояния ее общего здоровья. Ей стало тяжело передвигаться, за ней закрепили сиделку, которая ухаживала и помогала Берте в домашнем хозяйстве 24 часа в сутки. Передвигалась она, уже будучи, сидя в коляске. Каждый раз в емкий пур, судный день, Берта, перед тем, как закончить пост, сначала благословляла всех своих детей и только потом пила воду и кушала. Она знала, что материнское благословление превыше всего и всегда при первой возможности делало это. Последними мероприятиями, на которых присутствовала Берта, были празднование бармитвы ее внука и свадьбы внучки в 2011 году и батмитва двух внучек-двойняшек в 2012 году. Берта скончалась 1 марта 2017 года, прожив 89 лет, 51 из которых прожила без мужа и отца своих детей. Дети Берты и Элиезера достойно переняли наследие, которое им передали родители. Все они честно работали и работают, имея заслуженный авторитет среди людей. Просмотрев этот фильм, не думаю, что у кого-то вызывает сомнение его название – «Железная леди». Все свои почти девять десятков лет всем своим существом она доказывала это. Но мы знаем, не для этого Бог создал женщину, и мы преклоняемся перед теми женщинами, которые были вынуждены по стечению обстоятельств взять на себя эту железную ношу и пройти по жизни с высоко поднятой головой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возвращение следует... И они сказали, что вы не понимаете, не понимаете, брата, я уничтожен. И так же, все равно, все равно, все равно. Это верно. В 45 пиротах мы нашли. После этого, в том числе, 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 то есть одни были извергки и в том числе, 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 и в том числе. После этого, дохода. Одним лет назад, мы начали, и это было обстоятельствами. Я не в геларе, не в геларе. Я в геларе не в геларе. Я в геларе однажды. Кто-то в геларе отдал мы. Они уже говорили на геларе 13. И в геларе 18. Я сказала, давай... Он был в геларе 6.5. Это был геларе 4. Возвращение в мою семью, в 11 месяц, 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 в 12 месяц. Продолжение следует. я пришел кукум, после того как я сказал, что я приехал кукум и я приехал кукум и кукум кукум. Как я сказал? Как я сказал? Как я сказал? Какие кукум? Нет, я пришел кукум, я верю. Я, сейчас верю. Когда я приезжал кукум и беру на землю, я не знаю, а потом это было место для детей, Я не знал, что я не знал, что я не знал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok